Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Новый мультик от Диснея меня, конечно, сильно удивил. Сейчас расскажу, что как. Погнали! «Зверополис» — это приключенческая детективная комедия и 55-я полнометражная анимационная лента от студии Disney, над которой работали сразу три режиссера. Байрон Ховард ранее ставил Рапунцель и Вольт, Рич Мурр режиссировал Ральфа и Симпсонов с Футурамой, ну а Джаред Буш пока ничем особо не отметился. Как и в большинстве мультфильмов Диснея, бюджет «Зверополиса» с легкостью переплюнет любой киноблокбастер. Целых 200 миллионов долларов, а в оригинальной озвучке засветилось много звезд. Идрис Эльба, Шакира, Джонатан Симмонс и еще куча-куча звездных актеров, которые останутся за кадром. Сюжет мультфильма основан на идее мира без людей, где животные стали разумными и построили свою цивилизацию по человеческому подобию. У них есть свои города, законы и даже полиция, новобранцем которой и является главная героиня, не то зайчиха, не то крольчиха по имени Джуди. Ей непросто конкурировать с другими полицейскими, здоровенными животными, поэтому она хватается за любую возможность проявить себя. Скоро Джуди предоставляется такой случай, а ее помощником становится ее природный враг, лис по имени Ник. Вся оригинальность этого мультфильма заключается в устройстве его мира, тогда как сама история предельно стандартная для Диснея. Но мне она все равно понравилась. Если рассматривать ее чисто с сюжетной стороны, то это типичное переплетение личной истории главной героини с глобальной проблемой. Первая сюжетная линия раскрывает Джуди Хоббс как персонажа и как бы вводит зрителя в новую для него реальность. Это такая стандартная история преодоления, которую Дисней очень любит и к которым я лично уже давно привык. Но в то же время тема настолько вечная и универсальная, что каждый раз хорошо заходит. Вот и здесь милому и пушистому кролику с необычной мечтой противопоставляется устоявшаяся система стереотипов, которые поддерживаются даже родителями Джуди. Как же меня бесят стереотипы. Все привыкли, что кролики выращивают морковь на фермах, а в полиции работают всякие быки и тигры. Но главная героиня все равно верит в свою мечту и в то, что каждый может стать тем, кем захочет. На мой взгляд, это хоть и стандартный, но очень хороший и всегда актуальный посыл. Вторая сюжетная линия в целом также не представляет из себя чего-то нового. Это вполне ожидаемая тема борьбы с каким-нибудь злом, которое угрожает общему благу. Для меня наибольший интерес тут представляла даже не сама история, а то, как она была представлена. Благодаря тому, что Джуди является полицейским, большая часть истории подается в детективном ключе. Так что выглядит это не как обычное сражение добра со злом, а как долгое расследование запутанного заговора. Причем некоторая интрига сохраняется до самого конца, что для меня тоже стало большущим плюсом. Я лично следил за событиями с большим интересом. В некоторых сценах детектив даже перерастает в натуральный триллер. Нагнетается напряженная атмосфера, за героев порой всерьез приходится переживать, что лично для меня в современных мультфильмах является большой и приятной редкостью. В общем, сюжетом и сценарной проработкой я остался доволен. Обычные истории, помещенные в оригинальный антураж, хорошо срабатывают. А персонажи на редкость действительно вызывают симпатию. Посмотрите сами, они же такие мимимишные. Еще одной сценарной составляющей, которая меня порадовала, стал юмор. Он не то чтобы прям мега смешной, и я прям до слез смеялся, но зато всегда очень уместный и действительно грамотно вписан в местный мир. Единственная тонкость тут в том, что из-за трудностей перевода многие шутки могут остаться незамеченными или вовсе теряются для русскоязычного зрителя. К тому же многие из них подразумевают хорошее знание западной культуры. Юмор, основанный на различиях в размерах животных, конечно, очевидный. А вот многочисленные отсылки к западной культуре пропустить довольно легко. Например, пародию на Крестного Отца понять несложно, так как образ этого мафиози давно стал классикой. А вот отсылки к сериалу Во все тяжкие или к предыдущим работам Диснея пропустить не киноманам гораздо легче. В целом юмор, конечно, прекрасен. Особенно не шаблонные шутки, построенные на разнице размеров. Они мне прям как бальзам на душу лились. Визуально мультфильм тоже оставил у меня очень приятные впечатления. Из-за отсутствия в картине людей, которые Дисней в компьютерную эру стал изображать в стиле Барби, стилистика здесь больше напоминает теплые ламповые ленты 90-х и начала 2000-х. И это не случайно, ведь в работе над персонажами художники использовали некоторые образы из старых проектов Диснея. Например, персонаж Мэра Зверополиса является переработкой всеми любимого Муфасой из Короля Льва. А помощник главной героини хитрый лис Ник Уайлд срисован с моего любимого диснеевского лиса Робина Гуда. Я думаю, вы и сами во время просмотра это заметите. Более того, многие сцены даже цветовой гаммой похожи на классические работы Диснея. Но больше всего я остался доволен оригинальностью нового мира и его детальной проработкой. Идея города, где вместе живут животные самых разных видов и размеров, реализована очень креативно. Для разных млекопитающих в Зверополисе даже есть свои как бы кварталы, которые отражают естественные климатические зоны обитания этих животных. К примеру, в городе есть площадь Сахары, район джунглей и район тундры. Также существует район для мелких грызунов, который по сути является отдельным миниатюрным городом внутри города. По понятным причинам, большим животным там находиться нежелательно, так как для грызунов даже заяц может стать источником локального апокалипсиса. Все это стало отличной почвой для различных шуток и забавных сцен, которые действительно выглядят интересно и свежо. В общем, это великолепный атмосферный мультфильм в лучших традициях классического Диснея. И даже, казалось бы, обычные вещи в нем поданы так, что будет интересно всем. Мультик проработан до мельчайших деталей и наполнен прекрасным юмором. А показанная в нем борьба со стереотипами, это, наверное, моя любимая тема. Еще и поэтому мне мультфильм очень понравился. Единственное, я думаю, что маленьких детей лет до семи в кино лучше не брать. Потому как есть пару жутких сцен, от которых даже взрослые вздрагивали. А так всем рекомендую в обязательном порядке. Прекрасный детективный мультфильм. Ребят, не забудьте оценить обзор, пишите, что сами думаете о мультике в комменты. И заходите в паблик помогать выбирать фильмы для обзоров. До скорого. Пока. Это было очень забавно, мило и весьма по-житейски. Плюс моральная подоплека была жизненная. Мне лично все это действие и ситуации были по душе. Вторая сюжетная линия мне показалась куда менее интересной. Это по сути классическое приевшееся противостояние...